Потом, вот помните, мы с вами тоже обсуждали тогда попытку прорыва, это пару месяцев назад было, если не ошибаюсь, когда наши бойцы снимают, говорят, о, странно, это же наша позиция, как они идут, там же минное поле, а минного поля не оказалось. Вот здесь очень важно то, что озвучивалось уже сегодня в передаче, чтобы вот эта система отчётов снизу доверху перепроверялась и не раз, потому что когда ты уверен, что здесь минное поле, а его нет, то это очень тревожно, как минимум, и это может быть чревато для всех нас очень сильно. И опять наброс в контрразвездке, потому что это уже не просто человек наврал в отчетах. Военные преступления. Да, это уже военные преступления. Следующая проблема, вот действительно большая, я сейчас на машине ехал, спасибо большое нашим ребятам, они работают хорошо на пунктах пропуска, да, вот непосредственно там в том же Новоазовске, в других, но они захлебываются. Уже президент поднял вопрос о том, что, ребят, ну, 8 часов и больше, да, стоять как минимум, ну, чересчур, да, иногда и больше стоять, тем более, если мы говорим о грузах, столь необходимых и Новороссии, и Крыму, потому что именно в Крым идет сухопутный коридор, это тоже проблема. И сейчас проблема, которая возникла именно у наших бойцов, у военных ребят, у них военная полиция, вот буквально это последние дня 4, это просто какой-то дурдом начался, конфисковывают коптеры, которые везут на ремонт. Вот это сейчас, вот как минимум, я знаю, десяток таких случаев. Говорит, ну, мало того, этого коптера как бы в природе не существует по документам, его волонтеры собрали и передали, да, соответственно, почему военная полиция забирает, непонятно. Да, Беремий Дедиси написал большой пост на эту тему, совершенно непонятная история. А, ну, вот тем более, если уже кто-то поднимает эту проблему, она действительно есть, и это как бы действительно тоже очень плохо. А так, что происходит? Ну, я не знаю, там, Даша Дугина, да, Максим Фомин, там, он же Владлен Татарский, да, сейчас случай с Захаром Прилепиным и масса всего остального. Ну, сколько мы будем просто на это смотреть и возмущаться, да? Надо не возмущаться, надо действовать. Как только мы проглатываем что-то, как только мы там стыдливо опускаем глаза, и мы не ответили, не нанесли удар в ответ, то жди нового. Будет новый, будет еще новый. То есть принимается как наша слабость. Конечно, однозначно. Вот там поезда ездят, там, значит, банковая целая стоит, там Верховная Рада заседает, принимает постановление о расшизме. То есть там вот это все происходит. Вот это все происходит там. И там вот это постоянно идет нагнетание такого психологического как бы перевеса. Поэтому, наверное, надо прекратить вот этот постоянный поезд. Этот туризм должен быть прекращен. Абсолютно точно. То есть, ну, хотя бы пускай боятся. Слушайте, хотя бы пускай боятся. А теперь все, теперь иммунитеты. Теперь, ну, что происходит? Вот еще раз повторяю, у нас есть определенные проблемы и неудачи, там, да, какие-то, так сказать, да, в планировании, в том числе, непосредственно вот на этом театре, там, военных действий и так далее, и так далее. У нас есть однозначные стратегические, так сказать, какие-то просчеты в развитии экономики, которые сейчас хочешь не хочешь придется, как бы, да, пересматривать, да, и переформулировать. Начиная с 2021 года, в Польше принята программа постепенного, поэтапного перевооружения всей армии. Я согласен с тем, что к концу 2024 года польская армия станет сильнейшей в Европе. Такой же, как сильнейшая украинская? Нет, она сильнейшая, она действительно очень сильная армия. Вот мы делаем ту же ошибку, что в отношении Украины. Я никакой ошибки не делаю, я просто спрашиваю вас. Мы тоже говорили про украинскую армию, что ее не существует. Сейчас мы видим, что она существует. Пригожин ставит на положение, он понял, как, в общем, наверное, все военные специалисты, что Россия проигрывает войну, и он создает, вот вы сегодня озвучили последние новости, там, выборы 2024 года, все это невыборно будет решаться. Он озвучивает прекрасную, абсолютно выигрышную программу. Я героически сражался, мое предразделение было самым эффективным. Я почти взял Бахмут, но удар в спину, ножом в спину, предатели в Генштабе, предатели в Министерстве обороны, значит, законченный счастливый старичок. И что еще? Да, еще предатели-бандиты сидят на Рублевке и жируют за наш счет. Великолепная социальная программа, и она как лесной пожар охватывает вообще. Вы же следите так же, как я, наверное, краем глаза за нашим таким турбопатриотическим спектром мнения. Они все, большинство из них сторонники пригожены, причем, ну, потому что в том, что он говорит очень много правды, что Шойгу и Герасимов воры, разворовавшие армию, которая оказалась не только нет вооружения, но даже элементарное бандирование для этих несчастных мобиков, что они бездарные полководцы. Это не нужно особенно доказывать. Вот он играет на поражение России, и это очень удачная новость как раз накануне наступления украинской армии. Что будет дальше? Значит, представьте себе вот первый крупный успех украинской армии. Ну, мы надеемся, что это будет разрушение Крымского моста, но что-то другое. Вы понимаете, каким мощным мультипликатором вот этих настроений, уже овладевших патриотическими массами, станет это событие. Вот пригожен надеяться выжить вот до этого момента. В этот момент для него окроется прекрасная возможность уже вполне реального вооруженного бунта. То есть, либо его уберут в ближайшие дни и недели, либо на успехе украинской армии он начнет реализовывать уже свою программу. А программа у него сверхобациозная. Его не интересуют имперские хотелки Путина, всякие русские миры, геополитические. И он не собирается уничтожать Лондон, Вашингтон. Он хочет власти, огромной власти и огромных денег в России. Очень интересный документ его. Все эти обращения цитируются активно. Но есть такой подробнейший доклад на несколько страниц, пригоженный, который в более таком традиционном стиле, почти бюрократическом, направил, опять же, городу и миру, где-то там 6-го и 7-го. Его версия событий такова. Во-первых, очень важно для своего политического будущего. Он там подчеркнул, что он не был инициатором специальной военной операции. В марте 2022 года, когда специальная военная операция провалилась, и Родина оказалась в опасности, мы вернулись, чтобы защитить Родину. Мы там взяли Попасную, но потом эти предатели, которые все провалили, снова трусливо, да, нет, там совершенно фраза, Министерство обороны трусливо бежало на Харьковском направлении. Я еще раз спас Родину. Вот у него очень такой сильный кейс. Ну, Путин давно доверяет Пригожину самой деликатной операции за рубежом. А в том, что в марте 2022 года Путин отчаянно нуждался в чем-то переломить ситуацию, ну, тут было не до рассуждения, не станет ли в будущем, не представит ли в будущем Пригожин ему опасность. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео.